Нефть Нефть Герой нашей программы – его старший внук Павел Васильевич Флоренский. Родился в 1936 году. Стал профессором Российского университета нефти и газа, академиком Российской академии естественных наук, членом Союза писателей и руководителем некой экспертной группы по чудесам при Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви. Примечательно, что подробностями этой последней сферы своей деятельности Павел Флоренский в наших дней не находит нужным делиться открыто. А со своей научной и педагогической деятельностью он совмещает служение памяти деда и публикацию его творческого наследия. Павел Васильевич, поскольку вы внук отца Павла Флоренского, видимо, вы названы в его честь. С этого начать правильно, потому что каждый должен с этого и начинать. Откуда он взялся? Предки наши бесконечно любимые не потому, что они плохие или хорошие, а потому что они любимые, наши. Поэтому каждый из нас обязан заниматься предковедением. Это достойная форма любить папу, маму, дедушку, бабушку и так далее, и так далее. Дед это понимал, и он искал своих предков. Русские предки наши, костромские деревенские дички, это полуграмотная беднота, как и все. Там крепостного права не было. Вот его прадед и прапрадед были такими. Другое дело, что его мама, она была из царского армянского меликского рода, карабахского рода. А там армяне, они внимательно к себе относятся, они проследили ее род, идет к великому царю Абову Карабахскому, а дальше уже прослеживается дадам, это просто. Но все-таки, как я понимаю, самый знаменитый ваш предок – это ваш дед. Да, самый известный предок наш дед, но родословие наше, несомненно, понимаете, род – это единица, как молекула, это определенная семья – это в этом времени, а род – в вертикали. Павел Васильевич, но назвали вас все-таки в честь вашего деда? В честь моего деда, а моего деда назвали в честь отца его матери, цифлистского богача и, в общем-то, Кутилу Павла Сапарова. А можно ли ответить на вопрос, когда вы впервые услышали, а еще важнее осознали подробную историю вашего деда? Дело в том, что, несмотря на то, что дед был репрессированный, и семья жила очень герметично, именно поэтому все обращенное вовнутрь было, дед был всегда центром нашей семьи. Его жена, моя бабушка Анна Михайловна, была носительницей этого всего, и это был культ деда, конечно. Конечно. Поэтому тогда, когда я что помню, я тогда и помню имя своего деда. Ну, то есть, ну, вы же… В первую очередь, это было главное, дед велик он или нет, он не был велик, он был закрыт. И когда я кончал школу, это 50-е годы, я уже не боялся своей фамилии, никто не знал, это сейчас раскручено его имя. А там министерство, правда, работало надежно, эти фамилии забывались, а кто знал, молчали. Но вы ведь его никогда не видели, это была такая легенда для вас. Я не видел, но мое рождение он приветствовал, и он писал, он из… Большинство писем сохранилось его из концлагеря, из Соловецкого концлагеря. Когда я родился, он ждал меня, он обсуждал моими папой и мамой, как меня назвать, папой выбирал ей мое имя, не очень одобрил выбор моего имени, сказав, что это очень тяжелое имя, противоречивое, трудное, и жить с ним нелегко. А почему? Что он имел в виду? Ну, посмотрите биографию апостола Павла, все ясно? А-а-а. Был, простите меня, он был этим самым элементарным ОМОНовцем, который преследовал сначала евреев, а потом христиан. Ну, сотрудником римской разведки был, чего уж говорить. Вот, а потом с ним произошло чудо, он весь перевернулся. И дальше он также ломил, простите меня, когда его за проповедь христианства по римским законам обсудили, и хотели, как простого, понимаете, еврея на кресте распеть, не римляне, он говорит, нет, братцы, я римский чиновник, я римский гражданин, но у меня только голову рубить можно, со мной так нельзя. И его везли четыре года из Палисины в Рим на смертную каль. То есть ваш дед имел в виду именно историю апостола Павла, когда не хотел, чтобы вас так называли? Ну, в первую очередь, конечно, удивительное совпадение. Дед тоже в концлагерях был столько же времени, сколько его святой патрон, небесный патрон. Конечно, в первую очередь его. Ну и, разумеется, он и себя, конечно, анализировал. Так что он легко у меня ничего не... Но очень рад был, гордился тем. А потом, 36-го года, лето было очень жарко, как вот недавно было одно лето, и младенцы не выдерживали этого. У меня тоже было воспаление брюшины, я был, как говорили врачи, обречен. И моя бабушка, его сестра, очень известный врач-психиатр, сейчас ее книж... Спустя 50 лет после ее смерти, ее книги перездают, работают. Вот, она мне мазала больное место маслом из лампады преподобного Серафима Саровского, ну и, соответственно, вещи читала. Как видите, получилось. Павел Васильевич, каким было ваше детство? Расскажите поподробнее, как жила семья репрессированного священника? Каковы были традиции дома? Детство, как и у всякого нормального человека, было замечательно. Конечно. Я был старшим, я был окружен всеобщей любовью. Я был номером первым, по-видимому, очень противным было ребенком, потому что я в доме мог входить и выходить в любую комнату и делать все, что хотел. Ну и, как и всякие недоросли, беспокоил всех. Но, понимаете, это семья, где детей окружали всеобщей любовью и доверием. Наша семья была. Поэтому, думаю, что и мои братья и сестры тоже самое так же будут говорить, но про себя могу определенно говорить. Семья была очень дружная и, ну, там, когда деда арестовали, семья осталась без средств. Бабушка и пятеро детей. Работающими были только мой отец, ему было 22 года, и его брат Кирилл. Они, в основном, отец вытянули всю семью, они содержали всех. Бабушка никогда в жизни не работала. Его сестры начали работать только спустя, сколько, уже во время войны. Он всех содержал. Да, было трудно. Да, работали. Но все годы, вообще говоря, все жили бедно и работали. А вы помните, каким был тот день, когда вы узнали приговор вашего деда? Конечно, помню, это уже после смерти товарища Сталина. А до этого он был без права переписки. Когда стало известно официально, что он умер, то каждый его... До этого он не был отпет, он не был... Ему был закрыт в царстве Божий путь. Он не был ни мертвым, ни живым. В чем проблема пропавших без вести? Это не только был он предателем или нет, это еще и божеская проблема, друзья мои, вот с пропавшими без вести воинами. Поэтому так важно искать следы погибших воинов, чтобы их отпеть, я говорю о церковной стороне. Также и здесь мы... Тогда бабушка... Ну, мы дружили с Троицей, с Сергией Лаврой тогда. Бабушка пошла к наместнику, владыке Пимену. Он потом стал архиепископом саратовским и попросил его отпеть. Мы вот несколько членов семьи, и он в пустом, запертом краме его предали земле. А вот все эти годы, которые были без права переписки, как интересно жила ваша бабушка, что она думала, чем жила семья, что думали о том, где дед? Бабушка всегда молилась за здравие. Мы тоже. У Павла Александровича Флоренского было пятеро детей, двенадцать внуков, двадцать четыре правнука. Дружны ли сейчас его многочисленные потомки? Конечно, дружны. Из детей осталась только она, младшая Мария Тинатин. Из внуков... Ну, слава Богу, пока только мы одну мою сестру Татьяну не досчитываемся. Все остальные живы и... А семья собирается вместе? Да, собирается в музей Флоренского, который создал младший из внуков Игумен Дроник, в квартире, где жила наша прабабушка и очень часто бывал дед. Мы в день вблизи дня рождения 22 января и вблизи дня расстрела 8 декабря мы собираемся. А что Вы считаете самым главным в философском учении Вашего деда и как это повлияло на формирование Ваших принципов, Вашего взгляда на жизнь? Самое главное для меня то, что я родился, как и самое главное для каждого нормального человека в его родителях. Это первое и главное. Это мой дед, благодаря которому я живу. А в следующие вопросы, ну а то, что я, в общем-то, воспитан под громадным влиянием всего, что он оставил в семье, под громадным влиянием своей бабушки, которая несла его. А анализировать деда я не берусь, да и неправильно. То есть Вы полностью разделяете его научную, культурологическую, философскую позицию? А таких людей очень много. Я не оригинален. Павел Васильевич, а что за черта характера или, может быть, жизненный принцип не позволило ему эмигрировать? Ведь у него была такая возможность. Это абсолютно разная ситуация. Сейчас, когда люди уезжают за бугор, за дегами, и тогда русские философы, знаменитый корабль философ, их собрали, засадили на корабль и вывезли. Русские люди – патриоты по своей структуре. Это их родина. И в Пари, во Франции, они не говорили, они не говорили, они не называли себя эмиграцией. Они всегда считали себя временно там присутствующими. Они говорили, что мы не в изгнании, а мы в послании. И они отнесли русскую культуру. Они были очень герметичны. У вас есть сейчас точная убежденность, что вы знаете ясную причину, почему был арестован ваш дед и почему потом расстрелян? Конкретно для меня это абсолютная загадка. Я этим занимался и занимаюсь сейчас. Вот сейчас я издаю его письма из концлагеря. Дело в том, что, когда человека готовят к посадке, то у него существует два дела – оперативное и судебное. Судебное из архивов ФСБ дают родственникам. Это то, что лежит у судьи на столе. А есть еще оперативные – доносы, наружка, подслужка, периллюстрации писем и так далее. Это никому не дается. Чудом в судебном томе сохранилось несколько камерных доносов. Там в камере его сокамерники сидели и писали доносы. Вот это и есть. Ну, там, как он говорил, что он говорил, как они обсуждали, очень интересно, очень живо написано. Способный литератор писал. Вот. Никакой объективной на нашем языке причины нет. Реально же, конечно, есть. Он был священником. И это и записано в причинах расстрела священник, не снявший себя с сана. Кстати, это высшая статья для мученчества. То есть, высшее подвига по отношению к Богу совершить нельзя. Павел Васильевич, а никогда у вас не было духовного стремления позыва стать служителем церкви? Как вы оказались в этом институте? И почему мы снимаем вас сейчас среди камней? Почему я не совершаю духовный подвиг? По грехам моим не достоин. По-моему, все ясно. Что же касается, как здесь, то дело в том, что дед готовил своих детей как естественников. Все его дети связаны с геологией. Тем более, мой отец, который встал на его место, он вовлекал людей в геологии своих и внуков тоже. Вы понимаете, человек, побывавший в экспедиции геологически, он же порченный. Оттуда не выходят. Геология – это не наука, это образ жизни. А меня отец брал в экспедиции в поездке с 10 лет. У меня никакого выбора не было. Павел Васильевич, ну для примера, назовите, пожалуйста, первые 10 мест, которые пришли вам в голову, где вы побывали в экспедициях. Впервые я поехал в 1947 году с отцом. Кавказ – моя личная территория, где я работал. Это Казахстан, Туркмения, Узбекистан. Я геолог, нефтяник. Ну, кое-что я сделал для поисков нефти и газа там. Ну, а потом дополнительно, так сказать, малыми дозами я работал на Камчатке. Это территория моего брата, он там всю жизнь проработал. Но последней, предпоследней моя поездка была, меня, мои бывшие ученики, пригласили в Судан. Так как я один из тех, кто разработал методику поисков месторождения нефти и газа по космическим снимкам, то они попросили меня помочь Южному Судану. Найти у них нефть? Да подождите, хуже. Вот. Ну, космические снимки сейчас можно выписать сколько угодно. И мы, сотрудницы нашего института Милосердия Людмилы Вадимовны, отрисовали, так как мы умеем по нашим методикам эти космические снимки и привлекая известную информацию, создали серию карт, в том числе и прогнозы нефтегазоносности этой территории. На метере несколько скважин, четыре, как нам казалось, верняковых, пробурили одну и с ней сразу пошла нефть. А дальше хуже. Как и всегда, как сказал великий скрипач Ягуди Минухин, когда его на 80 лет спросили, что бы он пожелал человечеству в свои годы, он сказал, я хотел бы, чтобы пропала нефть, ибо из-за нее льется кровь. Вот. Через полгода туда, в район этого месторождения пошла знаменитая баржа, украинская баржа, которую потом арестовали пираты. С оружием. Ну, а сейчас Южный Судан отличился. Я так не скромничаю, и моя отлепта в этом есть. Но мы, вот двое советских геологов, ну, подтвердили это конкретно, вот сюда. Ну, это у меня научил дядюшка мой, Кирилл Павлович Флоренский, который занимался геологией Луны. Ну, он консультировал лунные аппараты. И когда был роман «Лунная пыль», где утверждали, что луна покрыта пылью, в которой можно просесть, и корабль туда может провалиться. Вот, и Королев вызвал Кирилла Павловича на консультацию, как строить посадочный аппарат, ну, ту платформу, которая первая села. Вот все говорят, что пыль, все. Это Кирилл Павлович взял, он взял, дайте мне бумагу и написал, грунт на земле твердый, КП Флоренский. Потом Королев этот фокус воспроизвел уже в присутствии правительства. Но это затея дядюшки. Вот интересный человек, который может показать пальцем, где находится нефть, он получает большие дивиденды от этого. ЮНЕСКО спустило несколько миллионов долларов в Судану на поиски нефти и газа. Они их попилили и наняли английскую фирму на поиски нефти и газа. Они их попилили и пригласили русскую фирму для поисков нефти и газа. Фирма их попилила человек на 20 и вот наняли нас и мы это сделали. Ну, я получил месячную зарплату свою. Нормально? Мы живем в городском мире. В городском мире. Кроме того, более 10 лет еще вы занимались изучением метеоритного кратера. Что это была за работа? Это я хочу сказать всем молодым людям. Друзья мои, иногда мимо нас проходит или та, которая становится суженной любимой, счастлив, тот, у кого это суженной любимой совпадает с женой, или остается как у лоботряса Евгения Онегина беспролевные страдания. Вот. Точно так же иногда мы оказываемся мимо или горы золота, или гениальной идеи, или прочее. Очень часто все это выворовывают или прозевали. Прошло. Мне повезло. Мне привезли из Средней Азии, где я работаю, это моя территория, непонятные стекла. Замечу, что стекла на той территории образовываться не могут, они связаны с вулканизмом, а вулканизмов приорали последние 200 миллионов лет не было. Это точно. А это свежие стекла. Ну вот я стал ими заниматься. Через 10 лет я опубликовал статью, где доказал, что это кратер. Собственно, проблема была исчерпана. А сейчас этим продолжают заниматься. Это один из самых изученных кратеров. С ним интересная вещь, которая может и для телевидения. Вот эта судьба открытия, которое изо рта у тебя украли. Ну я, естественно, ревновал, боялся. И не без оснований. Я обратился к Кириллу Павловичу. Вот ко мне со всего мира пишут, правда, со всего мира пишут письма с просьбой предоставить материал. У меня был канал вполне официальный, честный, посылать за границу через Академию наук. Что делать, посылали или нет? Кирилл Павлович сказал, да не жми ты же. Все равно, раз работают на кратер, работают на тебя. Рассылай куда угодно. И вот образцы из Жаманшина есть во всех главных учреждениях и музеях по метеоритике. Я рассылал их в большом количестве. Меня, правда, потом ругали, когда начался бизнес на метеоритах. Ты, говорит, создал инфляцию. Твои жаманшинские материалы никто не покупает у всех. Когда-то в британской энциклопедии было написано, Иван Четвертый Грозный, прозванный русскими за дурной нрав Васильевичем. Так вот, мне тоже один раз прислали письмо Павел Флоренский Васильевич из британского музея. Это тоже заскученный нрав Грозного. Павел Васильевич, все-таки вы не ответили на вопрос, было ли у вас когда-либо желание, стремление стать священником, пойти по стопам вашего деда? Все-таки наше родовое дело, как утверждал дед, это священство. Дед говорил, что надо, чтобы в семье хотя бы один представитель семьи стоял перед алтарем и молился за семью. Тогда семья нормально существует. Ну, в доброе старое время во Франции так и было. Первый наследовал титул и поместье, второй шел в странствующие лицари, а третий в аббаты. Так, традиция. Вот, священство, оно же неразрывно связано с преподаванием и педагогикой. В малой степени, ну, преподавали прадед, дед был просто преподавателем Московской духовной академии, потом в Хутемаса в школах преподавал. Мой отец профессиональный педагог с первого до последнего дня своей жизни. Он работал в этом институте, где мы сидим, он деканствовал в этом институте. Первый музей не этот, этот создан сейчас, а довоенный музей был создан при его громадном участии. Я так и готовился преподавать. я собственно на той кафедре, где преподавал отец нахожусь. Я тут, ну, как кончилось, тут так постепенно стал вовлекаться в преподавание, стал преподавать. Это наше родовое занятие. Смею вас заверить, что это самое главное занятие для человека. Два у мужчины дела. Или это воин, что превыше всего, а может быть вместе, или это священник. Он же учитель. А преподавание по разделению светской и церковной жизни на разные части тоже в некотором роде это церковное деятельность.